ПОЛИТПРОСВЕТ Университета имени Ломоносова Владимиром Томсиновым. Сегодняшняя наша программа посвящена Дню России. Здравствуйте, Владимир Алексеевич. Что для Вас День России? Словосочетание День России имеет глубокий смысл. День России это напоминание нам, что мы не просто толпа, собравшаяся на определенной территории, толпа людей, собравшаяся на определенной территории, но мы еще и частицы огромного, исторически сложившегося, развивавшегося более тысячелетия общественного организма. День России это напоминание нам, что наше благосостояние, личное благосостояние, зависит также от того, в каком состоянии находится это огромное существо с певучим названием Россия. Россия ведь это не просто страна, располагающаяся на определенной территории, это целый мир. И с очень интересной историей. Вот, если посмотреть на эту историю, как на судьбу человека, то мы неизбежно, неизбежно возникнет впечатление, что это же великолепный роман, увлекательнейший роман, потому что здесь и взлеты, и падения, катастрофы и возрождение. И вот две, может быть, черты этой истории привлекают особое внимание мое. Россия исторически возникла из небольшого государственного образования, небольшого и по численности населения, и по территории, имевшего два центра в Новгороде и Киеве. И за тысячелетия она превратилась в огромную империю, целый континент, которая фактически представляла собой мир, пространство. И причем самое любопытное, что русская цивилизация она выбрала в себя самый различный этнос. Она из разнообразных этносов отлила вот то явление, которое мы называем русским народом. И русский, вы обратите внимание, это прилагательное. Поэтому мы можем говорить, допустим, русский еврей, русский армянин, русский татарин. И очень любопытно, как происходил этот процесс взаимопроникновения культур на этом пространстве, как возникало это величественное, грандиозное здание под названием Российская империя. Обратите внимание, что вот историки не говорят о французской цивилизации, о немецкой, об английской. Все это, все эти цивилизации охватываются понятием европейская цивилизация. Но в исторической литературе широко используется термин русская цивилизация. А почему это? С чем это связано? Вот связано, я думаю, именно с тем, что России удалось Россия предстает не только в качестве народа, в качестве какой-то территории, в качестве государства, но и в качестве особого рода культуры. И культуры очень глубокой. Я бы здесь обратился сначала к летописям. Вот великолепный образный язык в русских летописях. И у меня все время, когда я читаю летописи, перечитываю их, возникает впечатление, что такой язык не мог сформироваться за 100, за 200 лет. Что очевидно, что есть еще какая-то история древняя, нам не очень известная, которая предшествовала вот той истории, которая началась с приходом Рюрика на Русь. И очевидно, что мы очень древняя цивилизация, и будущие раскопки на территории России, я думаю, это подтвердят. Но вот это представление России, к сожалению, сейчас не то, что уничтожается, оно постепенно исчезает. И люди, молодые люди очень легко покидают Россию, переселяются. Я думаю, конечно, они ищут приложение своим силам, но связаны с тем, что они забыли одну очень важную истину, что Россия это произведение их предков, которое досталось, конечно, огромным трудом, огромными жертвами. И это произведение, в общем-то, величественное, если посмотреть, конечно, непредубежденным взглядом и посмотреть человеческим просто взглядом на Россию, как на именно человеческое существо. Мы увидим, что это существо очень интересное. И просто так оставлять это творение предков и фактически предавать их, они столько сил положили на то, чтобы создать это творение и вдруг все это покидать. А может быть, Владимир Алексеевич, может быть, они не хотят жить в империи, может быть, у них совершенно другое сознание, а ведь история России это история экспансии. Но сейчас эта экспансия прекратилась, и очевидно, что сейчас перед нами стоит задача построения национального государства. И я думаю, что здесь несколько ложное представление во многом о шкале ценностей. очевидно, что многих угнетает вот это отсутствие защищенности личной, защищенности своего имущества, когда все могут отобрать, угнетает условия, когда очень трудно вести действительно предпринимательство, то есть проявлять как-то себя. Но это же всегда временно, это временное состояние, и есть, в общем-то, одно, что внушает оптимизм. Мы все-таки свободно об этом говорим, о всех пороках. А вспомните Библию, вначале было слово. Миром людей управляют собственно не люди, а слова. И поэтому, если мы свободно обо всем говорим, то очевидно, все изменится. Владимир Алексеевич, вот они уезжают, но они уезжают пользоваться плодами чужой демократии. Почему они не хотят быть активнее здесь и строить подлинную демократию здесь? Вот я думаю, это у них надо спросить, потому что я этого не понимаю. Я думаю, что это иждивенческие настроения получить, прийти на готовое, потому что вообще на самом деле каждый человек должен создавать себе свой мир. и я студентам говорю обычно на первой лекции, что вот вам очень повезло. Мы росли пришибленные подвигами своих отцов. Они победили в Великой войне. Мы росли, наблюдая, как взлетают ракеты в космос, какая у нас могучая армия, как строятся заводы, города. И конечно у нас все время было ощущение, что все уже сделано для нас. А вы приходите на пожарище. Вы пришли в разоренную страну. И фактически перед вами такое пространство для деятельности, которого у нас не было. То есть вам заново фактически надо создавать государство, заново создавать промышленность, создавать Россию. Владимир Алексеевич, что для вас сегодняшняя Россия? Сегодняшнее государство, сегодняшняя страна? Если разделять эти два понятия. Я думаю, это не состоявшееся еще государство. Вот почему состоялись Соединенные Штаты? Потому что в основе Соединенных Штатов все-таки начало Соединенным Штатам положила группа людей отличавшихся очень высоким умом, совестью, очень, конечно, высоким образованием, люди, которые даже у меня, в общем-то, достаточно негативно относящимся к американскому, эти люди, основатели Соединенных Штатов, вызывают симпатию. Это действительно настоящие герои. Что ли, какая группа людей создала современную Россию? Мы наблюдали это все в 90-е годы. Это люди, которые в общем-то о России забыли с самого начала, никогда о ней не вспоминали. Как может группа людей, которая преследовала только групповые свои интересы, вообще создать Россию? Вспомните вот как на самом деле решались, принимались решения по судьбоносным проблемам. Вот возьмите сентябрь 1993 года. Обострение конфликта между президентом и Верховным Советом. Как разрешается этот конфликт с помощью танков? В октябре 1993 в начале октября расстреливается из танков Верховный Совет, убиваются сотня, скорее всего тысячи людей и фактически убивается в зародыше политическая культура компромисса, которая в России начинала зарождаться. Но ведь там конфликтовали все-таки одна группа омерзительнее другой. Ну я бы не сказал так. Вы понимаете вот надо все-таки отличать руководителя движения и само движение. Вот мне не нравились и не нравятся люди, которые выступают на сцене митингов. А митингующие мне нравятся. Ну точно так же и там было. И мне это руководство не нравилось. Я подходил был у Верховного Совета. Ни Рудской там, ни Хазбулатов, никто. конечно за ними народ бы не пошел. Но все-таки они как бы встали во главе движения, которое было патриотическим. Которое имело мощную действительно здоровую основу. Это движение, которое выступало с требованием все-таки учета интересов общества. А не только этой узкой группировки людей. Ведь посмотрите, что дальше произошло. Середина 90-х годов приватизация промышленных предприятий, крупнейших составляющих, составлявших общественное достояние. И как она была проведена с помощью вот этих залогов коакционов. Огромные совершенно материальные ресурсы достались узкой группе людей. Причем почти за бесценок. Почему? А приватизаторы не скрывали почему. Оказывается, они прямо говорили, что приватизация имела целью создание опоры социальной для ельцинской группировки. А где интересы России? Далее пройдемся по истории. Раз уж мы заговорили о дне России. 1999 год. Лето. Решается вопрос о преемнике Ельцина. Как он решается? Из каких фигур выбирается преемник именно из тех фигур, которые могли прежде всего обеспечить интересы ельцинской группировки? Это очевидно. Это достаточно посмотреть, кто был кандидатом на эту роль. Владимир Алексеевич, а вообще само по себе не дико, мы так спокойно говорим, преемник. Что-нибудь про преемника в Конституции не сказано? Это как раз и говорит, что изначально стала формироваться некая групповая идеология, групповая психология, которая ничего общего не имела с интересами России. Далее давайте посмотрим. 2008 год. Опять речь идет о преемнике. И кто же выбирается? На роль преемника выбирается человек, который, в общем-то, как оказалось, не способен принять большого самостоятельного решения идти, допустим, на второй срок. Но... Но зато он начал войну с Грузией или Грузия там начала, ну, в общем, уже... Я не разбирался в этом конфликте. Но это не совсем война, это операция военная, это нечто другое. Но дальше посмотрим. 24 сентября 2011 года. Вот мы знаем эти события. Речь опять шла о выдвижении кандидатуры на пост президента. Вот какое решение в данном случае отвечало бы интересам России? Безусловно, только одно. Если бы на роль кандидатов на пост президента были бы выделены оба. Дмитрий Медведев и Владимир Путин. Почему? А потому что это создало бы конкурентность на выборах. И я думаю, что уж на президентских выборах такой фальсификации не было бы. Они были бы более-менее честными. И это бы позволило заложить хотя бы в зародыше традицию конкурентности в политической борьбе, конкурентности на выборах, настоящей конкурентности и честных выборов в традиции. Хуже был вариант с выдвижением Медведева. Но все же выдвижение Медведева на роль кандидата на пост президента все-таки позволяло сменить власть. Все-таки позволяло закрепить правила, по которым одно и то же лицо не может занимать должность президента более двух сроков без всяких подряд. вместо этого было принято решение выдвинуть на роль кандидата в президенты Владимира Путина. В угоду чему? В угоду России, в угоду группировки. И вот собственно этим стремлением угодить прежде всего групповым интересам отличаются практически все решения. И День России это на самом деле это выдающееся словосочетание. Оно на самом деле укор. Укор. Не мой укор для наших правящих. Возьмем один пример. Вот основу русской цивилизации вобравшей в себе в общем-то культуры всех народов России составляла всегда деревня. Но деревня уничтожена в 20 веке. И сейчас добита фактически. И осталось фактически главной в качестве главной основы цивилизационной основы России малые города. Остались малые города. Но посмотрите что с ними происходит. В конце 2011 года они министром Набиулина объявлены неперспективными. А малые города это допустим Углич, Александров, Калязин, Кашин, Купеческий город, огромное количество монастырей. Это сама история 1328 год, первое упоминание Кашина. И малые города фактически уничтожаются и почему-то взят курс на создание мегаполисов. Но мегаполисы это космополитические сообщества, где России и пахнуть не будет. Уничтожение малых городов фактически уничтожение России. И тем не менее этот курс проводится. И так вот в какую сферу мы не заглянем те же самые процессы. Возьмите образование. В Советском Союзе русской истории уделялось огромное внимание в учебной программе школ и русской литературе. И мы воспитаны были на русской истории и литературе 19 века. Согласитесь. И вот это образование это же советское государство. В советском государстве школьное образование было направлено на создание связи каждого советского человека со своей русской цивилизацией. С прошлым России. И для нас литература 19 века вот все эти герои произведения великих писателей они были как мы мы их воспринимали как наших современников. Мы обсуждали их поступки. И преподавание русского языка тоже занимало огромное место. А что сейчас получается? Сейчас эти предметы резко преподавание резко сокращено. Сейчас обсуждают сериалы. Да. И фактически система школьного образования направлена на то чтобы прервать преемственность культурную преемственность поколений. Это страшная вещь. То есть русская цивилизация уничтожается в наших школах. И это что делается самопроизвольно несознательно. Возьмите политику в отношении семьи. Мне приходилось выступать по проблемам ювенальной юстиции. Куда мы собственно не заглянем в какую сферу нашей жизни везде идут разрушительные процессы. Но самое печальное конечно происходит в сфере государства. Государство ведь ядро русской цивилизации. Вот так сложилось исторически. Мы цивилизация которая постоянно должна была отстаивать свое право на существование. И без государства нам нельзя было обойтись. И вот то что происходит с нашим государством конечно это наша общая беда. это главная беда. Владимир Алексеевич Вы считаете Россию независимым государством и независимой страной? Ведь 12 июня это день независимости России. Ну да исторически вот впервые этот 11 июня 1992 года постановление Верховного Совета был объявлен день 12 июня днем принятия декларации о государственном суверенитете России. Потом указом Ельцина от 2 июня 1994 года этот день был объявлен государственным праздником. Во-первых я скажу что так же как и большинство моих соотечественников я не считаю этот день праздником. более того я считаю это днем катастрофы самой настоящей. Ведь Советский Союз был продолжением Российской империи и принятие декларации о суверенитете Российской Федерации означало фактически выход России из состава Российской империи. Но это приступ безумия. И этот приступ безумия объявлен праздником. мы еще его праздновать должны. Очевидно что народ наш не мог принять вот такое отношение к дню 12 июня. И конечно о независимости здесь речи вообще быть не может. Я считаю что этому дню его надо оставить но придавать надо другой смысл. Это именно день России. Вот здесь я согласен что введение в новый трудовой кодекс который вступил в действие 1 февраля 2002 года. Название этого дня он правда был объявлен праздничным как Дня России. Это действительно очень удачный ход. И мы должны в данном случае не праздновать этот день. Этот день предназначен для того чтобы и правящие и простые люди задумывались над тем что такое Россия. Задумались над тем что без России мы все перестанем быть народом. И очевидно что сохранение России и забота о России это должна быть частью нашей жизни. И служение России это идеология должна пронизывать весь государственный аппарат. вообще доказано мировой историей многими случаями государственный аппарат невозможно построить только на материальном стимуле. Чиновники должны не работать за деньги они должны служить идее прежде всего России. И очевидно что вот эта монополизация власти собственности узкой группировки которые сейчас составляют существо нашего государства и современного нашего положения она ведь во многом объясняется и недостатками самой конструкции государственной власти. то есть в самой конструкции государственной власти заложена возможность такой монополизации. Значит День России должен прежде всего побуждать нас работать в направлении изменения этой конструкции. Я знаю что предыдущие интервью вы назвали распад России или революция. Ну я говорил о распаде государства но в принципе вы недалеки от истины потому что Россия ядро России это государство. Но почему я говорил о революции? У нас представление о революции как о чем-то каком-то кровавом крашмаре. Ну позвольте подавляющее большинство революций в мировой истории были мирными революциями. а 91-го года революция. Тоже же мирная революция. Поэтому революции бояться не следует но надо четко себя понимать что та конструкция власти а самое главное те политические традиции групповщины которые у нас сложились то распределение материальных благ которые мы в настоящее имеем оно нуждается в коренном изменении. Владимир Алексеевич о конструкции власти и о президентской власти в частности мы поговорим в следующий раз в вашей следующей лекции большое вам спасибо поздравляю вас тем не менее с Днем России наступающим и поздравляю всех кто смотрит телеканал Политвестник смотрите наш телеканал Редактор субтитров Продолжение следует...